Здравствуйте, дорогие друзья! Вас приветствует Галина Конышева. Сегодня 25 июня 2019 года. Вы в курсе, знаете, что мы проводили несколько экскурсий, но в данном случае на сегодняшний момент проведено 7 экскурсий с Галиной Конышевой в водопотопной Москве. Я вам представлю один из фрагментов этой экскурсии, один кусочек небольшой от 22 июня, потому что сами экскурсии у нас многочасовые, встречается нам масса интересных вещей, мы все это обсуждаем. И в один фильм это никак не может поместиться, просто вот физически, размеров таких нет. Поэтому я буду вам показывать кусочки. В данном случае это фрагмент экскурсии от 22 июня 2019 года. Мы идем по Арбату, и дальше мы рассматриваем дом Пороховщикова на Староконюшенном. Рассматриваем и символику, лепнину, и разноугольные дома, и один дом влеплен как бы в стену другого дома. Вот эти надстрои, пристрои. Все это в разное время, видимо, составлено, без какого-то единого проекта. Просто восстанавливали город, и вот как восстановилось, так восстановилось. Значит, несколько моментов вот этих достроек, перестроек, состроек. Опять типа модерн. Это уже леплины, это уже налепили они свое все, да. Или модерн. А скоска-то леплишь что-то? Да, скоска-то, скоска-то, считается. Только настрой вот этот верхний, вот эта вот как бы часть, она родная, вот выглядит. А тут явно настрой. Ну, его тоже могли в 19-м веке настроить. Вот эти стена могла сохраниться. Ну, вот что-то непонятное, да. Что-то непонятное. Ну, не все сразу. Постепенно нам все откроется. И опять там это лицо. Довольная жизнью, да? Слушайте, опять похож на себя. Да, похоже. Ну, прямо выше. Ой, как глубоко. Так, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Раз, три, четыре, семь, восемь. Самое интересное, что в подвале этого магазина есть вход еще в более глубокие подземелья. Это обнаружила наша одна соратница, которая обладает уникальным даром договариваться с людьми. И вот ей они раскрывают свои тайны. Мы уже с группой ушли вперед, а ей они показали дверцу заветную с еще более глубокими подвалами. Дом Пороховщикова. Вообще было искусственно сделано. Продумано. Ой, какая крылья. Вот это старые конюшины. А что это? Это дом Пороховщикова. Вот это? Да. Ну, вот этот дом хранит очень много всяких историй. Это очень непростой дом. У него никому не остался. За него пытались биться наследники. Но получилось так, что им ничего не досталось, потому что он по закону, он как бы городу принадлежит. Город просто ему разрешил с его вот этой Ириной, последней женой, жить вот в этом доме. Вообще дом он хранит много всяких тайн. У них там подземелье. У них здесь есть подземелье на каменных палатах. Дом официально считается постройкой 1872 года уже как бы его вот этого прадеда. Они отреставривали, да? Прапрадеда. С конца 19 века. С конца 19 века он уже этот домик так и стоит. Они его сделали. И его датировка именно идет вот этого конца 19 века. Но меня смущали вот эти вот штуки. Я стала искать материал по этому дому. В конце концов мне удалось найти чертежи, где были вот эти подвалы. И было написано все-таки по-русски, что этот дом стоит на старых фундаментах. То есть это был дом когда-то каменный. А во второй половине 19 века сделали деревянным. В Москве было много деревянных домов такого типа. Еще сохранись один на Пироговке, но это мы в сентябре пойдем. В таком деревянном доме я бы хотела жить. Так, мы давайте его обойдем. Там вообще тупик, но сам двор интересный. В этом подвале у них живет привидение. Это говорила сама Ирина. Какая-то девочка, которая очень сильно любила. А когда она понимала, что он не выживет, она по-весим сранжировала. Здесь тоже все видите на старых этих стенах. Они как были, так и есть. Да, это их дом весь. Это весь их дом. Да, они вдвоем жили там. У них были две служанки. Они жили в этом огромном доме. Здесь в советские времена... А, у самого этого Пороховщикова здесь у них что-то было. Ну, он жил и у него здесь бизнес был. То ли типа графит, или еще что-то было. Вот. Самому Пороховщикову по слухам, как бы так чуть-чуть намеками, предлагали сдавать этот подвал. По тем самым товарищам Радужинам. Вот. И он вроде как бы загорелся, потому что деньги большие предлагали. Но Ирина категорически запретила. То есть она ему вот... Там вот этот роскошный подваль, из которого вот здесь, в принципе, можно было входить и пользоваться. Вот это старые стены вообще вот. Если эти стены конца... 19-го века. Вот эти стены, они вообще непонятно какого века. Фундамент, да? Да. Ну, вот фундамент это... Ну, так. Это можно сказать, что это фундамент. Вообще это не фундамент. Там полноценный этаж. Сверху вот кирпич, а снизу вроде как или таблицовка. Ну, трудно сказать. А теперь там никто не живет, я так понимаю, да? Похоже, он сейчас... Никого там нету. Там велики. Там велики. Там велики, да. Велики велики велики. Велики 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 велики. Он не жилой, да. Ну, они вот так для себя сделали этот дворик. Представляете, как уютно, да? Вот так вот в Москве иметь такой домик. А Порощенко, это кто актер? Это актер, да. Который играл... Ну, я его знаю. Про актер идет? Да, про него, про него. Это его прадед. А вы так знаете, есть фотографии, что там внутри в этом доме? Там несколько фотографий, чуть-чуть есть, немножко совсем. У меня сессия. То есть это для господа, а это для прислуги, да, вот это? Нет, это было все их... Там тоже большие окна, там тоже высокие этажи. А тут очень высокие. Да, огроменные. Для слуг, а тут вот повыше. Да, да. Для слуг, как бы вот наверху их дома. Потому что в подвале вроде как бы никто не жил, хотя, вот, я говорю, его там могли использовать. Дело в том, что, я говорю, что датировка этого дома идет официально, вот изначально и официально, что это конец 19 века, но на самом деле чертежи, где вот я нашла эти, я не знаю, на старом компьютере и в папках они есть, что он стоит на старых фундаментах. На старых фундаментах. Почему этот фундамент дали, вот этот дом? Ну что, какой-то пошел. Потому что он не стал его рот с циклом прямой. Так он не стоит, а это здесь в советской веке? Нет, да, конечно, конечно. Ему вам сказали, сказали... Ну, они здесь жили какое-то время с этой единою. Они жили, но они надеялись совсем на это. Ну, вот он надеялся на этот бизнес, он там вот эти понастроил. Вот так они и стоят, это его. Ему вот этот кусочек места дали, потому что он хотел сделать гостиничный бизнес. Они тут в 90-е годы все этим болели. Все строили эти гостиницы. Хотел заработать. Ну, естественно, да, бизнес. Все сразу захотели стать купцами, помещиками, понимаете, вспомнили свои дворянские... Все стали дворянами. Дворянами все сразу стали. Пойдемте немножечко зайдем туда тоже, вот заглянем, просто с той стороны. Кругом у нас входят входы в подвалы, все эти старые дома получаются. Частично они могли... Вот посмотрите, что, девочки, посмотрите, что творится. Пол дома сохранилось, пол дома разрушено. Видите, дом как стоял, а тут уже пристроен туда, встроен. То есть вот изначально был вот этот дом, да, он был разрушен, по всей видимости, в середине 19 века. А вот туда уже во второй половине уже встроен вот другой дом. Понимаете, как вот, да, моя? Ну, там тупик дальше. Вот здесь, я не знаю, мы, по-моему, можем обойти его. Посмотрите, вот эта стена дома Пороховщикова с другой стороны. То есть он каменный был или частично, или что там, непонятно. вот там какие-то рисунки, да. Вот эта стена очень интересная, непонятного назначения. Окна как получится, да, вообще. Девочки, аккуратненько. Посмотрите, какая стяжечка тут стоит. Да, стяжечка родная, явно. Вот это с другой стороны. Да, да, да. И вот что это за домик такой странный? Как он вот так выстроился? Частично деревянный, частично каменный, частично кирпичный. Да, да, пожалуйста. Вот это обычно никому не показывают, вот этот двор. Оксана, давай меня тоже снимем. А, да, да. Мне завидно стало, как ты классная. Давай, давай. А, вот. Все, вот давай, давай, вот так. Стой, несколько раз сейчас. Ну, замри на секундочку. Еще раз так сделай, вот. Что написано? Булгаковская? Булгаковская Москва. Ну вот, пожалуйста, вам. Посвященный президент Булгакова. Так вот, у нас, мы сегодня туда вернемся, Булгаковскую Москву. У нас, знаете, все это получается. Да, мы сейчас пойдем. Мы сейчас по старой конюшке, мы идем как раз по эту Булгаковскую Москву. Давайте, где там Промухину? Промухину. Вот теперь я уже все слышу. То, что я не знала, я все узнала. Старинный, старинный этот старый конюшеный. Ну, опять-таки, что значит старинный? Потому что, когда эти лошади появились, они, может быть, активные появились, только вот когда все это разрушилось. Дом Пороховщикова на старой конюшеном 36. С одной стороны, имеет каменную кладку, красно-кирпичную. Можно сказать, было бы, что это Брандмауэр, однако Брандмауэр – это абсолютно глухая стена должна быть. А здесь она имеет несколько окон, как закопанных, так и наверху, что не может являться Брандмауэром. Соответственно, предполагаю, что это часть какого-то предыдущего дома, которому уже пристроили Пороховщиковы во второй половине XIX века, свой деревянный вот этот дом. Он великолепен, но он пристроен на том, что осталось каменного, кирпичного. Даже если он и построен на древнем деревянном фундаменте, то вот этот подвальный этаж все-таки остается каменным, как и вот эта кирпичная кладка, стена с одной стороны. На карте «Атлас Москвы» А. Хотева 1852 года у нас Арбат полностью застроен, полностью, густо, нет ни одного пустого места. Весь близлежащий район густо заселен, застроен полностью на 1852 год. Вот у нас переулок Староконюшины. И вот, по всей видимости, строение номер 36. Здесь оно непонятно, это участки. Здесь номера дома нет. По всей видимости, вот этот двор именно дома Пороховщикова. Но на 1852 год он ему не принадлежал. Но очертания именно те же самые, кроме, может быть, вот этого кусочка. Потому что здесь ровная стена стоит, просто ровная. Дворик. И здесь тоже вот без вот этих выступов. Здесь история дома очень богатая. Здесь, например, в этом маленьком зале Шаляпин первый набросок Бориса Годунова давал. Там замечательные художники были, музыканты. Вот. Очень много личностей таких, на которых, собственно, Россия держалась. Александр Шалович узнал про этот дом своего прадеда еще в детстве. Бабушка, а потом и мама приводили маленького Сашу на уголок Старого Арбата, откуда был виден этот дом. Но сначала, конечно же, не понимал, почему мама и бабушка возвращаются в слезах, ничего ему не рассказывая. И лишь много позже Александр узнал об этом доме, а впоследствии добился того, чтобы дом был передан его семье. Очень скоро в этом доме откроют музей. К сожалению, много материалов, относящихся к семье Пороховщиковых, было утеряно, уничтожено. Но потихоньку архивы восстанавливаются, и, возможно, очень скоро здесь будет не просто музей, а настоящий литературный салон. Уголок тепла и доброты, двери которого будут открыты для каждого. Жизнь короткая, летит со скоростью звука, и хочется как-то, понимаете, ему хоть посмотреть в глаза. Пускай приходят, влюбляются, любят друг друга. Архивы утеряны – это лип-мотив всей истории нашей страны и народа. Кто же их все время теряет? Кто же их все время сжигает? Архивы, библиотеки. Поэтому мы на сегодня можем говорить о том, что видим буквально здесь и сейчас. Поэтому начинают стирать то, что можно увидеть непосредственно глазами, то есть архитектуру, затирать ее, убирать. Но всю историю не затрешь, не снесешь, не спалишь, и всю память тоже не вытравишь. А мы продолжаем свои исследования до потопной Москвы и других городов, как живых, так и стертых с лица земли. В завершении этого фильма мы с вами внимательно почитаем те самые описания к чертежам архитектора, строившего и проектировавшего этот дом Пороховщиковых. Источник – журнал Зочи, 1872 год. Насколько можно верить? Ну, давайте поверим. Мне, правда, складывается впечатление, что это не вся информация, которая была в этом журнале. Ну, что есть, то есть. И что же мы тут видим? Люшин, ДВ, деревянный дом господина Пороховщикова в городе Москве с чертежами. Зочи, 1872 год. Люшин, деревянный дом. В статье Дмитрий Васильевич Люшин, 1846-1991, описывает деревянный дом Пороховщикова, построенный по проекту Андрея Леонтьева Чигуна в Москве по адресу Староконюшный переулок, дом 36. Сам Люшин руководил всеми работами по строительству и отделке здания. Дом использовался как доходно, его помещения сдавались в аренду. Вначале в нем располагалось агентство по продаже швейных машин фабрики известного электротехника-изобретателя электроприводной швейной машины Владимира Николаевича Чикалева. Затем редакция издательства газеты «Гатсука» и «Календаря». С 1880 года библиотека для чтения. Затем общество «Воспитательниц и учительниц» с бесплатной школой коллективных уроков по естествознанию, математике, иностранным языкам, пению, где преподавал Иван Михайлович Сеченов, Михаил Александрович Менцбир, Карл Эдуардович Линдеман. Работали женская воскресная школа, библиотека и педагогический музей. Позже с конца 1890 годов дом сдавался в наем уже под жилье. В советское время в нем находились различные учреждения, в том числе и районы. Деревянный дом господина Пороховщикова в городе Москве. Рисунки на листах 8 и 9, приложенных к настоящему номеру, изображают дом господина Пороховщикова, построенный в Москве. При этом нельзя оставить без внимания, что рисунки фасадов этого дома проектировались тогда, когда сруб и железная крыша были уже поставлены на место. Цоколь с широкими на нем выступами, старые стены сруба, форма, крыши, число и разбивка с резин, отверстий оставлены без изменений. Все прочее спроектировано вновь. То есть на старый дом практически ничего не меняют, кроме фасада, рисунка фасада и небольших добавок каких-то. Одежда фасадов сделана частью из сосны, частью из липы. Так, по резке главных карнизов, полотенец над пилястрами окон, парадного входа, балкона, ворот и прочих частей, требовавших особенной аккуратности и чистоты в исполнении, сделаны из сухой липы, обшивка, гладкие карнизы, тяги, большие пилястры, заборы и прочие из сосны. Это все очень, конечно, интересно, но вот что по делу конкретно по самому зданию? В принципе, Люшин или Люшин, он свою работу описывает, а работа, она в основном фасадная. Ну, крышу они там поставили новую, фасад они этот сделали, вот этот вот красивый резной. Ну, а суть-то здания осталась прежняя. Получается так, порезки прикреплены к назналиченным местам винтами, а тяжелые выступающие части подъезда и балкона связаны со стенами посредством болтов и железных подкосов. Для предохранения дерева от вредного влияния атмосферы каждую штуку перед установкой ее на место и после покрывали горячим маслом, а для избежания растрескивания все массивные колонны, балясины, пилястры склеивались из нескольких кусков, причем оставалась внутри их пустота. За всю резную работу с установкой на место изолипу заплаченный резчику 1925 рублей. Цоколь сделан из путиловского камня, привезенного из Санкт-Петербурга. Парадная дверь, летние и зимние рамы, по лицевому фасаду дубовые, стекла зеркальные. Обратите внимание, зеркальные стекла были. Лепные плафоны и карнизы парадных комнат расписаны колерами, а стены оклеены обоями. Полы паркетные, в лицевом корпусе дубовые, в подворном сосновые, внизу обыкновенные щитовые, исключая кухонь, где полы кирпичные. Парадная лестница, кабинет, зал, гостиная, столовая и комнаты для прислуги, находящиеся внизу в подвальном этаже, отапливаются духовыми печами. Детская спальня – голландскими. Во всех комнатах для проветривания воздуха при печах сделаны вытяжные каналы. В дом проведена вода, устроена ванная комната и ватроклозеты – два вверху и один внизу для прислуги. Работы начались в половине мая, а в первых числах октября в дом переехали жить, хотя наружные работы не удалось вполне окончить. Рисунки лицевого и бокового фасадов ворот, забора и парадной лестницы составлены архитектором-академиком ГУМ. Исполнение их в натуре и прочей работы, как внутренние, так и наружные, производились под моим руководством. Итак, на момент 1872 года, хотя говорится, что господин Пороховщиков, он богатый, у него еще есть дома на Арбате, он весь такой предприниматель, и вдруг они переезжают в еще, так сказать, сырой дом, неготовый. Но, по всей видимости, уже самые основные жизненно необходимые коммуникации все проведены, то есть вода, водопровод есть и канализация тоже есть. Ну, горячей воды, как сегодня у нас нет, отапливается печами. Нагрев, по всей видимости, тоже печной или из подвала идет. Это надо еще проверять, каким образом топились и обогревались московские дома во второй половине 19 века, конкретно вот на Арбате или в центральной части. Ну и смотрим, собственно говоря, сами чертежи. Посадные нам уже рисуют с окошками, которые на сегодняшний момент полностью находятся на земле. Здесь они приподняты, хотя, судить, если по двери, то они находятся выше уровня двери. На сегодняшний момент они ниже уровня двери, так что вот здесь уже есть некий вопрос возникает. Нарисовано одно, а по факту мы видим другое. Можно было бы сказать, что это культурный слой нарос, и окошечки стали вот такие. Ну, а как же дверь? Дверь-то осталась прежняя. Так, у нас здесь раз, два, три, четыре квадрата и небольшая вставка. Что у нас на сегодняшний момент? Раз, два, три, четыре. Подрезаны, что ли, двери? Так, смотрим сюда. Здесь иначе у нас немножечко сделано, чем на чертеже. Ну, или похоже, ладно. Хотя можно сказать, что вот она, эта вставка есть. Здесь не очень четко видно. Так, нет, на рисунке все-таки вот это расстояние больше, чем в натуре сегодня. Что у нас дальше? Несколько слов по поводу заметки господина Люшина о доме Пороховщикова в городе Москве. И тем не менее, вот разглядываю я этот проект. И казалось бы, да, можно сказать, что вот он, культурный слой поднялся, и дверь, может быть, немножечко прорезали. Вот они, одно окошечко, второе, третье, четвертое. Вот почему я считаю, что это тоже может быть подделкой, написанной специально, вот в так называемые журналы. Потому что их слишком много, этих подделок в 19 веке, именно во второй половине, в конце 19 века. Вот почему. Давайте посмотрим. Вроде бы он сходится на сегодняшний момент, похож он на дом Пороховщикова. И как бы, может быть, сказать, поднялся культурный уровень. Вот они были, эти окошечки. Вот дорога поднялась, и все тут на месте, и дверь решили подрезать. Да, и вход тут подрезан, и дверь тут вроде бы подрезана. Как раз вот на этот уровень, можно сказать, поднялся культурный слой. Но что-то вот здесь вот не так. Ну и что? Естественно, мы находим, пожалуйста, фотография советских времен, когда еще не было реставрации. И мы видим здесь еще одно окно на фасаде. На том самом цокольном этаже мы видим еще одно окно. Кто-то стал бы пробивать еще одно окно в цоколе вот этого дома? Очень сильно сомневаюсь. Предполагаю, что оно было изначально в этом цоколе. Но почему-то оно не попадает на... Не попадает сюда на чертежи. И на сегодняшний момент уже при реставрации его тоже нет. Его заделали. Поэтому мы видим внешний фасад уже реставрационный, без этого окна, который у нас есть на старом советском фото. Соответственно, это низ какого-то другого здания, на котором уже, как правильно написал Любшин, поставили фасад, все остальные стены без изменений. Только облицовочку они делали. И бревнами обложили, срубом. И никакой истории по поводу этого дома и что здесь было раньше, практически ничего нет. Ни проховщиков сам об этом ничего говорит. Никакой информации нигде больше нет. Но история у этого дома есть. И, возможно, это когда-нибудь всплывет. Дом, потому что знаменитый. И еще есть некое наблюдение об общей тенденции, якобы русофильства в России, в Российской империи конца XIX века. Это касается очень многих вещей, которые нам сегодня преподносят. Вот мы начинаем искать истории по поводу Исаакиевского собора, как строились колонны русскими умельцами Самсоном Сухановым. Это не значит, что они строились не русскими. Просто как это преподносится и в каком стиле это преподносится. Вот сейчас на примере дома Пороховщикова мы увидим здесь хитрые вещи, которые вплетены в историческую фабулу. Несколько слов по поводу заметки господина Д. Люшина о доме господина Пороховщикова. В архитектуре сохранившихся зданий до Петровской эпохи видно стремление к самобытности. И даже иностранцы-архитекторы, которые приглашались в Москву для производства работ, сообразовывались местными условиями и духом страны и в своих проектах применялись к старинному русскому стилю. То есть они нам такое снисхождение делают иностранцы. Поскольку мы знаем, что Романовы – это иностранцы, это не русские люди, у них нет ни капли русской крови. Все в руководстве находятся не русские люди. И здесь они нам стремятся показать нашу русскость, научить русских людей, русский народ русскому искусству, русской архитектуре. А то все иностранное да иностранное. Давайте русское сделаем самобытное. Такое направление в архитектуре продолжало существовать до Петра Великого, с воцарением которого начали сооружать здания во всевозможных стилях, кроме отечественного. Но это камень в огород Петра I. И только в царствовании императора Николая начались восстанавливать русский стиль и стало как бы обязательным для православных церквей. В этом случае честь почина принадлежит строителю церкви Святой Екатерины Великомученице Константину Андреевичу Тону, о заслугах которого, как и строителей и художника, свидетельствуют его всем известные постройки в Петербурге, Москве и других городах. Тон – это архитектор Храма Христа Спасителя. Со времени восстановление русского стиля прошло без малого 40 лет. В этот краткий промежуток времени талантливые архитекторы с любовью изучали русский стиль и проводили его в своих проектах. Но применение его на деле в постройках частных и общественных не имело успеха. В настоящее время уже начинают проявляться и частные постройки в русском стиле. Одна из таких построек – дом Пороховщикова в Москве, описанном в февральском выпуске «Зодчего». Нельзя не пожелать, чтобы примеру господина Пороховщикова последовали и другие лица и учреждения. Тем более желательно, чтобы дерево не служило исключительно материалом для построек в русском стиле, но чтобы они возводились из кирпича в более обширных размерах. «Мы не ратуем за изгнание других стилей, но возмущает нас астрокизм, которому обречены стили русские в частных и общественных зданиях. По неволе иностранцу даже в лучших улицах Петербурга не приходится увидеть что-либо характерно русское, и он, понятно, должен прийти к убеждению, что русские только умеют что-то заимствовать». Вот здесь очень тонкая, скрытая, бутербродная такая вещь. Намек на то, что русские, у них ничего до иностранцев не было, поэтому надо строить в русском стиле, потому что все, что в Европе, это иностранное. Все, что в России, строится иностранцами. Это, говорит, намек такой толстый, толстый, большой, что архитектуры у России не было. А если считать, что все это было одной цивилизацией, то понятно, почему такой упор на русской сделается. То есть навязывается такое ощущение, что у русских другая культура была, у иностранцев там свое было, а у русских здесь вот свое. И давайте-ка строить все-таки русское, а то что получится, одно заимствование. Под этим скрыто то, что была общая цивилизация и общая архитектура. И в России, этой территории Российской империи, и то, что называлось Западом на тот момент, все это было одной какой-то большой, большой жизнью. Даже сложно назвать государством, наверное, это было какое-то другое. Просто люди жили на земном шаре одной общей цивилизации русской. И вот здесь вот таким образом это вкрадывается. Это вкрадывается русофильство такое, снисхождение иностранцев. Как раз характерно для многих журналов, заметок именно второй половине 19 века, с чем я уже сталкивалась. Я просто вот сейчас вот встретила опять этот текст и посмотрела на него по-новому, потому что я его читала где-то года два назад, когда я как раз вот наблюдала этот дом Пороховщикова. В Москве для каждого приезжего удивляет, что мы подражаем чужеземному, когда сами обладаем вполне художественными, самобытными образцами русской архитектуры. Мы, русские, тяжелы на подъем, любим придерживаться рутины и страх, как боимся начать, что бы то ни было самостоятельное. Теперь начало сделано, и если вслед за постройкой дома господина Пороховщикова будут воздвигнуты каменные здания в русском стиле, то, по крайней мере, в Москве ни одной постройки до Петровской эпохи будут свидетельствовать о существовании самобытного русского зодчества. А то, что палаты стоят, сохранились кое-где, кое-где, не уничтоженные теми же самыми романовыми русские палаты, самобытные, это ничего, причем каменные. Вот так вот вносится метавирус, поворачивается сознание, капается на мозги, что ничего русского самобытного в России не было, все было заимствовано. И вот мы такие русские неповоротливые, и все бы нам вот только вот, кто бы нам, уму бы, разуму бы, кто бы нас поучил. Ну как же без иностранцев? Понимаете, вот такой легкий, в принципе, издевочный текст. Ну и до кучи уже то, что русофильство, это на самом деле перевернутое русофобство и издевка захватчиков того периода. Это вот про слово ватерклозет. Ватер значит вода, водный туалет. И вот, пожалуйста, в Википедии статейка ватерклозет. Происхождение русского слова унитаз. Мы видим, что здесь написано унитаз. Реклама Твайфорда. 1986 год. Англичанин изобрел новую модель туалета, цельную комнату. 1986 год. А в России уже вот дом Пороховщикова, там сделан ватерклозет. Пожалуйста, он 1872 года. И слово унитаз они трактуют как иностранное слово. Вот смотрите, по версии Ушакова слово произошло от названия испанской фирмы унитаза, латинское унитаза, единство, которое занималось электрификацией страны, а заодно и выпускало унитазы с 1909 года, поставляющиеся в том числе в Россию. Вот с 1909 года. А у нас дом Пороховщикова с унитазами уже в 1872 году. Замена С на З произошла из-за ассоциации со словом таз. Так причем тут З на З, С на З, когда оно здесь четко по-латински написано З, унитаза. Или они его читают как С. Таз, он и есть таз. Это и есть, потому что латинский ваш сделан из русского, из русского языка. Весь этот иностранный язык европейский, он весь надерган из русского языка, это уже доказано сегодня, тем же Драгункиным. Очень рекомендую посмотреть его доказательства. Человек, который переводчиком английского языка работал. Да, унитаза, потому что это таза, таза, а не таз. Универсальный, можно сказать, таза в НИИ. Еще один небольшой нюансик на плане чертежа 1872 года, якобы журнала Зочи. Вот у нас дом Пороховщикова. Мы здесь шли вдоль вот этой стены. Она каменная, ну, кирпичная. И на ней есть и окна заглубленные, и еще какое-то окно. Стена была бы похожа на Брандмауэр, если бы там не было этих окон. Но на плане Люшина никаких намеков даже на чертежи. Нет. Здесь они есть, и они там на доме есть. А вот здесь вот, на этой стене, их нет. Они есть в наличии. И стена кирпичная. И насчет этой кирпичной стены ни слова не сказано в этом самом журнале Зочи. Ни слова. Так что что-то здесь подделывали, подтирали. То ли журнал сам этот подтирали, то, вероятнее всего, это гораздо легче сделать, чем перестраивать окна. И одно окошечко, которое вот здесь вот было, его тоже залепить, заделать кирпичом или камнем, чем угодно. Фальшпанелями гораздо проще, чем вырубить новое. По всей видимости, дом был иначе как-то спроектирован. Он был каменным, как вот этот вот первый этаж, подвал. А дальше уже его срезали. Что там было? Осталась какая-то, может быть, разруха, не разруха, может быть, какая-то планировка внутри осталась. И вот сделали поверх деревянный дом. Разрисовали его, расписали, как великую русскую культуру. И преподнесли. Это с такой вот, с нисхождением с таким. Поэтому остается только догадываться, как на самом деле выглядели улицы того же Арбата, Москвы, до вот этих всех застроек, так называемых, псевдорусских. Благодарю за внимание. Продолжение наших прогулок, исследований, доказательств большой войны в середине 19 века продолжаются. Подписывайтесь на канал, ставьте свои оценки. С вами была Галина Конышева. Всех вам благ! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова